МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...в участие в инженерной олимпиаде, чтобы получить дополнительные бонусы при поступлении в институт МИФИ. Финал инженерной олимпиады. Мне интересно участвовать в жизни города, мне интересно не сидеть на месте. Экологическая акция волонтеров нашего города. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В целом в работе 31 энергоблок, в ремонте 4 энергоблока. Суммарная мощность 26 830 мегаватт, выработка суммарная 25 932 миллиона киловатт-часов, что составляет 102,2% от задания ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе 2 энергоблока, первый и второй, суммарная нагрузка 2 112 мегаватт, существенных замечаний по работающим блокам нет. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС с начала месяца составила 507 миллионов киловатт-часов. С начала года Смоленская АЭС выработала более 1 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Ленинградские атомщики изучили положительные практики Смоленской АЭС и обменялись своим опытом в сфере противоаварийной готовности. С рабочим визитом на станции побывали представители инженерно-технической поддержки эксплуатации, технологического управления и юридической службы ЛАЭС. В центре внимания ленинградских атомщиков был опыт Смоленской станции по эксплуатации передвижной мобильной техники, организационная структура по противоаварийной готовности и многие другие вопросы, касающиеся этого важного направления деятельность по обеспечению безопасности энергоблоков АЭС. Финал инженерной олимпиады объединил 11 старшеклассников Десногорска, Рославля и Смоленска, победителей и призеров отборочного этапа. Концерн «Росэнергоатом» и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ при поддержке Смоленской АЭС и администрации города в очередной раз организовали конкурс по физике для тех, кто стремится стать атомщиком. По традиции он состоялся в стенах школы номер 4. Изначально предполагалось, что примерно в заключительный тур пройдет 1,4 или 1,5. Так и получилось. У нас прошли в заключительный тур 8 детей из тех, которые участвовали в олимпиаде на площадке школы номер 4. А также в этом году принимают участие дети из города Смоленска. Эта олимпиада включает в себя задачи на такие темы, как термодинамика, электротехника, электроника, механика, а также ядерные технологии и требует особых навыков. В конце марта будут объявлены призеры данной олимпиады. Лица, вошедшие в список призеров, имеют льготы при поступлении в ВУЗа. Она дает им 100 баллов по предмету физика при успешном написании ЕГЭ. Именно привилегии, которые дает инженерная олимпиада, основная причина, заставившая ученика 11 класса школы номер 4 Десногорска Данила Чуприна взяться за решение задач в воскресенье. Я решил принять участие в инженерной олимпиаде, чтобы получить дополнительные бонусы при поступлении в институт МИФИ. Это престижная профессия, где есть будущее и хорошая зарплата. Одним из вариантов своего трудового пути атомную энергетику рассматривает и Владислава Бугруденко, ученик 9 класса школы номер 2 Десногорска. Его отец работает на плавучей атомной станции. Может быть и сын вольется в коллектив перспективного объекта через 7-8 лет. Я точно еще с будущей профессией не определился, но я уверен, что это будет что-то связанное с инженерным делом, с инженерной профессией. У ребят, которые поступят в профильные вузы, есть возможность чуть позже заключить со Смоленской АЭС договор о целевой контрактной подготовке. Для этого необходимо учиться на хорошо и отлично и на производственной практике 3-го или 4-го курса сообщить о таком желании. Сейчас у атомной станции более 20 сельвяков. Они получают высшее образование по специальностям. АЭС – проектирование, эксплуатация, инжиниринг, ядерные реакторы и материалы. Предприятие заинтересовано в перспективных молодых специалистах со здоровыми амбициями и отличными знаниями. В парках и скверах Десногорска волонтеры изготовили и установили 15 кормушек для птиц. Теперь жители города атомщиков смогут подкармливать пернатых, которым в условиях городской среды сложно зимой добывать себе корм. Волонтерство становится все более популярным среди молодежи Десногорска. Увлеченные добровольческой деятельностью ребята стремятся сделать мир лучше и добрее. Не за награды и похвалы, а просто от чистого сердца. Мне интересно участвовать в жизни города, мне интересно не сидеть на месте, и мне интересно получать улыбки детей, взрослых, после того, как я им помогаю. Я решила заниматься волонтерством из-за того, что мне хотелось с пользой проводить время, сделать лучше наш город, помогать людям. Волонтерство, я считаю, что это желание помочь другим людям, это понимание того, что тебе нужно жертвовать своим временем, и это доброе сердце. Я участвовала в разных мероприятиях, таких как субботники. Мы ходили, помогали долго к бабушке убираться у нее дома, проводили тренинги, участвовала в организации детских разных мероприятий в городе. Волонтерство не оставляет равнодушными и старшие поколения города. Над проектом вместе с молодежью бок о бок трудились ветераны Смоленской АЭС, ставшие в нашем городе первыми серебряными волонтерами. Если вы считаете, что волонтерство близко вам по духу и желаете велица в ряды добровольцев, приглашаем вас присоединиться к нам в Центре культуры молодежной политики Десногорска. Адреса и телефоны вы можете видеть на своих экранах. Уважаемые десногорцы и гости города, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе. С 14 по 17 февраля в спортивном зале «Полимер» пройдут игры чемпионата СФО по волейболу среди мужских команд. Принимают участие команды городов Десногорск, Тамбов, Саранск, Кострома, Люберцы, Саратов. Вход свободный. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанц вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergartam.ru, а также в официальной группе «Смоленская АЭС» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok